Играют Na'Vi, как играют FaceClan, вот как раз эти команды и на экране появляются сейчас. Это Desperado, это RaceURage, это команды, которые иногда выбирают более спокойный стиль, которые позволяют себе чуточку больше, чем могут позволить остальные команды, за что их и наказывают. Вот Атлетики у нас в прошлой игре за Леховый центр проиграли без шансов, RaceURage держали позицию, тоже проиграли без шансов, а как играли Desperado мы тоже помним. Они слишком поздно разыгрывали каждую зону, и они тоже так же проиграли без шансов. То есть они рассчитывают на то, что где-то повезет, на какое-то прям чрезвычайно сильное везение, ты сможешь вот через него сыграть, тебе так вот рандомить все 96 матчей, но нет, все матчи рандомить так сильно не будет, придется стараться. Ну, кстати, у нас уже показали, что команда Рейди Рэйш уже выдвинулась с Хрус Девали ближе к центру зоны, и ребята на достаточно ранних таймингах это делают. То есть пока что именно они находятся ближе всего именно фулл-команды к центру, также неподалеку будет сейчас собираться команда G2, ну а нам показывают без шансов, которые лутаются в ангарчике, пока что Na'Vi даже не спешат. Ну смотри, по девайсам все классно, есть темочка, есть миник, в принципе тут Т2-сетик у без шансов есть, вопрос, наверное, по количеству аптек, ну и, наверное, и гранат, это более такая важная ситуация. Мы видели на чемпионате мира, что гранат команды набирают просто тонны, вот реально носят там по 6-7 гранат хаешек, я имею в виду, и очень круто их реализуют. У G2 сразу со старта игры, ты посмотри. Крауда там въехали, потом Севены и Ликвид переехали, поскольку остальные команды, кто упал, все еще лутают, либо занимают только-только позиции, на вот таких минимальных переездах в этой зоне пока контактов не будет. Вот через минутку, да, здесь будет уже сложновато проехать, но в том числе мы не забываем, что есть возможность через Север всегда сыграть, через Жоржи. Тендерси не было в прошлом сезоне, сейчас у нас придется сидеть на трансляциях немножко подольше, но я надеюсь, ребята, вам только это нравится, и вы уйдете хоть еще шестую карту каждый день. Мирату. Первый у нас, кстати. 11, да, в Соляново, посмотри, такой. Ну, Нипы неплохо играют, они на самом деле на 4-м месте. Только вот ты говорил, что Нипы, да, там, типа, включаются по чуть-чуть. Я вот не знаю, я почему-то вообще никогда их не замечаю. Вот все фазы я смотрел, но они, причем, во второй фазе, в первой фазе хорошо отыграют, но не знаю почему-то они. А вот и Айрих, собственно. Айрих. Редактор субтитров А.Семкин